Ну что же, я еще раз всех приветствую, братья. И знаете, как я решил поступить? Вот есть такое вот экспрессы вроде даешь, да? А кому-то что-то взял, что-то не зашло, и потом говорят, ох, какой-то ужасный прогнозист. Поэтому я решил немного разнообразить рубрику. Я выделю своих фаворитов, и я выделю их не методы победы, а уж на выбор. Ну и буду немножко говорить, кому я больше шансов отдаю, в принципе. Но перед началом данного ролика, кто не подписан, подписывайтесь, все мою цель знаете. До нового года 3000 подписчиков, братья. Цель вполне выполнимая. Клейн. Его чистая победа, но еще склоняюсь больше к его досрочной победе. Все же большая доля вероятности есть, что досрочно, но он чистая, как более уверенно. Так. Корневоси. Чистая победа, и коэффициент, в принципе, неплохой, да и девушка лучше во всех аспектах. Но еще бы мог предложить такое, как Корневоси победит в третьем, или решением судей за более там жирный кэф, или, в принципе, решением судей рассмотреть на рис экспрессе, да? Далее. Бруно да Силва. Чистая победа, но, опять-таки, очень здесь просматривается такая уверенная досрочка от Бруно Силва. Не понимая, как его оппонент, в принципе, все может вынести, перенести. Думаю, Силва перемолит. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Дальше. Эмаев. Чистая победа, и его победа в третьем раунде, или решением судей? Ну, либо решением судей, но лучше в третьем страхануться, мало ли, да, оппонента и под пробитый, и с аббами проигрывал. Вот. Дана Батгэрол. Чистая победа, и тотал раундов, все же, я думаю, больше. Не знаю. Вот как-то какие-то вот у меня такие двоякие мысли насчет этому поединку. Нет прям уверенности в Дане Батгэроле такой, что прям, ну, чтоб аж вообще, да? Далее. Маркес. Его досрочная победа, и тотал меньше двух с половиной. Был нормальный кэр, братья, на тотал меньше двух с половиной. Сейчас, говорю честно, просел, по крайней мере, на той конторе, на которой, собственно говоря, смотрел я. Вот. Ну, и Орловский мой фаворит, и огромная доля вероятности, что если Орловский забирает, то это решением судей. Что ж, вот такие мои мысли по фаворитам, по ихним методам победы, скажем так. Так, выделитесь своими мыслями, где согласны, где, может, с кем не согласны. Своих фаворитов, в принципе, я вам выделю. Вот. А, и еще момент, братья. Момент совсем забыл. Еще у меня фаворитка, и сейчас, секундочку. Такое просто бывает, когда очень уже запутаешь. Это Манон Фиарот. Вот. Манон Фиарот. У меня фаворитка. Вот. Либо здесь продолжительность тотал больше, либо ее чистую победу, либо рассмотреть Фиарот как в третьем решении судей за более приемлемый кэф. Или вообще решением судей. Теперь точно я с вами всеми мыслями поделился. Делитесь и вы своими мыслями. Вот. Ну, и мыслей для экспрессов я вам дал предостаточно. Исходя из тех экспрессов, которые делал я, я вот по фаворитам и по методам победы, и потом, да. И то. Я комбинировал. Абсолютно комбинировал на этот карт. У меня нет ни одного явного фаворита в каждом экспрессе. Надеюсь, комбинация будет залогом успеха на данной карте. У меня все. До новых встреч. До новых прогнозов. Субтитры сделал DimaTorzok